Шипы или фрикционки. Фигурная, она работает лучше на льду. Вот у меня приборчик, дюрометр, который меряет твердость резины по шору. На шипованных покрышках у меня получилось 15 ламелей. При больших нагрузках на асфальте зачастую шипованные шины работают лучше. Минус 25, минус 30 градусов. Нешипованные модели начинают выигрывать, поскольку у них вот эта более мягкая смесь. В преддверии зимнего сезона снова встает вопрос. Шипы или фрикционки? На чем ездить следующей зимой? Хочется ведь и не так дорого, и чтобы шины были качественные и безопасные. Так вот, на примере двух моделей от компании Cardiant. Cardiant Snowcross 2 и Cardiant Winter Drive 2. Я попробую рассказать о в основных достоинствах и недостатках этих двух принципиально разных типов шин. Начну с шипованной модели. 16-дюймовые шины, содержат 120 шипов Spy Core. Это шипы, у меня даже есть возможность показать его в натуральном виде. Вот такой вот он весь из себя маленький. Двухфланцевый шип с твердосплавной ставкой фигурной. То есть здесь не просто цилиндрик такой фигурный, она работает лучше на льду. И вот посмотрите, какая выемка на тыльной стороне, на опорном фланце шипа расположена. Это сделано для уменьшения шума. Ну а теперь не шипованная модель Winter Drive 2. Достаточно свежая, кстати, модель. Направленный рисунок протектора, очень симпатичный, на мой взгляд. Но, конечно, главное здесь не дизайн, а конструкция. И состав резиновой смеси. Вот у меня приборчик, дюрометр, который меряет твердость резины по шору. И вот я измеряю, пожалуйста, 53 единицы на шкале. А теперь посмотрим, сколько выдаст этот прибор на протекторе шипованных покрышек. 61. То есть 53 и 61. Это достаточно большая разница. О чем это говорит? Что шины не шипованные. Они создаются из более мягкой резины, которая при низких температурах меньше дубеет, как правило. И работает лучше, цепляется за микронеровности. Не только за счет того, что у нее более мягкая смесь резиновая, но и за счет того, что у нее больше мелких прорезей ламелей. Они есть на шипованных покрышках. Но здесь их где-то в два раза... Ну, впрочем, что мы будем гадать? Давайте я сейчас тоже проведу такой экспресс-замер и покажу, насколько на 10 сантиметров больше ламелей, мелких прорезей ламелей на Winter Drive 2 по сравнению с моделью Snow Cross 2. Ну и чтобы не быть голословным, я могу померить, вернее, посчитать, сколько ламелей у нас расположено на 10 погонных сантиметрах протектора. Вот я здесь пересчитываю. У меня получается на Winter Drive 2 19 ламелей. В центральной части протектора, но они примерно распределены так же и по плечевым зонам. На шипованных покрышках у меня получилось 15 ламелей. Причем сами ламели на шипованных покрышках, они такие более жесткие, более грубые, что ли. На не шипованных они имеют форму зигзагообразную. Причем и там, и там все эти ламели имеют 3D структуру. То есть, когда вы раскрываете эту ламель, то вы видите, что там есть некий профиль, который не дает складываться протектору. Это очень важно. Причем это работает и на шипованных, и на не шипованных покрышках. На не шипованных в первую очередь. Почему? Потому что, вы помните, мы померили твердость. Здесь твердость меньше. Выезжаете на асфальт. Шина получает нагрузку при экстренном торможении в критическом повороте. И протектор складывается. Вот чтобы он не складывался, чтобы повысить его жесткость, как раз применяется вот эта технология 3D ламели. Распределение шипов по протектору, оно просчитано, естественно, сегодня все просчитывается компьютером. И рассчитано так, чтобы шипы при вращении шли по 18 дорожкам. Что это значит? Это значит, что при торможении, при разгоне шипы не будут пересекаться. Они не будут попадать в одну и ту же колею. И обеспечивать будут очень хороший уровень сцепления. То есть каждый шип будет выбирать себе новую колею. Итак, зная вот этот конструктив, конечно, вы можете сами сделать выводы. И эти выводы известны. Шипованные шины, основной их недостаток, это шум. При замерах внешнего шума на скорости 80 км в час, как правило, шипованные модели на 5-6 дБ громче звучат, чем не шипованные. 5-6 дБ это много. Ну и, наверное, всё. То есть у шипованных покрышек больше таких вот характерных недостатков нет. Многие думают, что они плохо работают на асфальте. Но погодите, резина потверже? При больших нагрузках на асфальте зачастую шипованные шины работают лучше. Распространенное мнение, что вот эти вот шипы, на них как на гвоздиках протектор приподнимается, это заблуждение. На самом деле шипы утоплены, выступают.